МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мы тоже в садике занимаемся наукой. Что у нас все есть? Наукой всех. Хорошего дня! Что будет, если сесть на тысячу гвоздей? Как вскипятить воду руками? И можно ли силой мысли двигать предмет? Ответы на эти вопросы можно найти на научно-популярной выставке «Прикоснись к науке». Кстати, эта выставка проводится не впервые и стала важным событием в общественной жизни. Впрочем, как и сам фестиваль науки в Ульяновской области. В нынешнем 2014 году он уже четвертый. Но, как и предыдущий, прошел с большим размахом. И все это для того, чтобы продемонстрировать молодежи возможности самореализации в науке, а также помочь юным изобретателям дать жизнь своим задумкам. Ну а в завершении фестиваля ульяновцы смогли лично оценить готовые образцы современных научных разработок. Их привезли в областой дворец творчества детей и молодежи, молодые новаторы не только нашей области, но также из Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Особенность этой выставки не только в том, что здесь можно увидеть всевозможные разработки, но еще и потрогать их своими руками. Например, поздороваться с танцующим роботом или поучаствовать в бою между роботами. А можно даже отсканировать и распечатать какой-либо объект, сохранив при этом его форму. И все это благодаря 3D-принтеру. Наш проект состоит из двух составляющих. Первая – социально направленная, и вторая – инновационная. Инновационная – это 3D-принтеры и система 3D-сканирования, которую мы здесь показываем. Значит, мы здесь печатаем модели трехмерные на своем принтере. И, кроме того, здесь представлен опытный пока образец нашего 3D-принтера, нашего собственного производства. Вторая составляющая – это социальная. Мы планируем открыть кружки для детей, где будем обучать 3D-сканированию, 3D-печати и работать с станками с ЧПО. То есть, грубо говоря, здесь вы, скажем так, еще и набираете детей, да? Да, здесь мы хотим как бы заявить о себе. Много детей как бы подходит, интересуется. И я планирую, что это как раз будет наша целевая аудитория, которая будет ходить на наши кружки. Всем очень интересно, всем очень нравится. Вот вы можете сейчас сами посмотреть, сколько народа толпится около нашего стенда. 3D-технологии сейчас очень развиваются в мире. Что это дает для науки и техники? Это возможность быстрого прототипирования. То есть, например, какой-нибудь ученый или аспирант разработал какой-либо прибор. Ему нужно создать опытный образец, корпус для этого прибора. Пожалуйста, вот 3D-принтер, который способен быстро прототипировать. Это с минимальными затратами. После чего разработчик, он может посмотреть свои огрехи, исправить их и уже запускать в производство. То есть, для науки это, прежде всего, быстрое прототипирование. А ты здесь первый раз в таком случае? Да. А что тебе понравилось? Вот такой вот 3D-миллиметр и особенно вот это. Сердце, да? Да, сердце. А как тебе в роли подопечивать сидеть, как тебя сканируют? Ну, неудобно, но все равно. А сам какой-то наукой такой, интересно занимаешься? Да, робототехникой. А что это такое? Ну, сначала создаешь робота, программируешь и выставляешь на бой. И как? Это вот, потому что вы играли, да? Да. Здорово. Так, ты участник, да? Да, я участник. Ты в каком классе? В четвертом классе. В четвертом классе. С какими летом тебе ссуешься на уроках? Так, с девяти. А что бы хотел такой создать сам? Ну, макет робота, ну, рабочего робота. Для чего? Для дождей, да, удачи. Ну, просто так, наверное. Давай еще раз последний вопрос. Что происходит, ну, сдвигаем его. Что бы ты сам хотел создать? Я бы хотела создать макет робота, который мог ходить, двигаться. И выполнять все желания. Да. Не случайно выставка называется «Прикоснись к науке». Здесь до чего не дотронься, обязательно что-нибудь произойдет. И самое главное, что предметы оживают не просто так. Вот, к примеру, эти манекены. Они пробуждают лучшие человеческие качества в здоровых людях, привлекая их к такому общественному делу, как донорство. Этот проект мы делали для компании, которая занимается дистрибуцией медицинского оборудования, в том числе и оборудование для переливания крови. Называется она «АЭС-перспектива». На конференции им нужно было представить себя, и мы решили сделать для них инсталляцию, которая демонстрирует людям, насколько просто помогать другим, то есть давать им свою кровь. Давать свою кровь. А еще какие у вас проекции? Еще у нас есть ряд проектов. Мы делаем их в рамках «Года культуры» в Ульяновске. Первый – это «Аллея сердец». Она функционировала в начале января. Было семь сердец, сделанных изо льда. И когда люди походили мимо них, они загорались. То есть получалась такая магия. Все проекты являются продуктами, и где возможно мы их используем, предлагаем людям. У нас много, на самом деле, идей интересных. Мы их постепенно воплощаем, и поставляем людей улыбаться, сделать меня счастливее. Возможность не только ознакомиться с современными методами лечения, но и проверить состояние своего здоровья предоставил Ульяновский медицинский колледж. Мы участники данного фестиваля, фестиваля науки. И сегодня в нашей экспозиции мы представляем работы наших студентов и преподавателей, которые являются, мы считаем, инновационными. Значит, один из наших экспонатов – это аппарат, комплекс медицинский диагностический, который позволяет проводить обследование детей, их физического развития. И мы обучаем наших студентов пользоваться современными компьютерными диагностическими средствами для того, чтобы, когда они придут на работу в лечебные учреждения, они могли свободно с ними работать. Кроме этого, преподавателями колледжа и студентами разработаны программы компьютерные для выявления предрасположенности к ряду социально значимых заболеваний, например, таких как сахарный диабет, гипертония. Для этого создана компьютерная программа, и при помощи опроса пациента и снятия ряда параметров они дают заключения и рекомендации в зависимости от результата. И мы на практике вот эту как раз диагностику проводим с теми посетителями, которые к нам приходят. Ну и кроме этого, у нас работает студенческое научное общество, они разрабатывают проекты, в основном направленные тоже на здоровье и сбережение. И здесь мы представляем, опять-таки, рекомендации в виде буклетов, памяток, которые раздаем населению, чтобы оно было более грамотным и заботилось о своем здоровье. Свои идеи и достижения также представили и студенты Ульяновского педагогического, сельскохозяйственного и политехнического университета. В простой и интересной форме ребята рассказывали о новейших достижениях науки и технологии, а также о том, как они работают. И самое главное, показывали. Так любой посетитель мог на практике понять, как, над чем и насколько успешно работают молодые, российские и мировые уни. Этот проект делали до нас, дипломная выпускная работа. И студент решил сделать такой подарок нашей кафедре и построил вот этот вот макет индивидуальной котельной для девятиэтажного дома. Вот, и сейчас мы активно им пользуемся и представляем его на разных форумах, фестивалях, на одних открытых дверей, для того, чтобы более наглядно показать, чем занимаемся на нашей кафедре, что можно изучить. Что можно изучить на вашей кафедре? У нас кафедра называется теплогазоснабжение и вентиляция. Соответственно, теплогазоснабжение показано на этой котельной. Здесь показано то, что приходит в нее газ. Дальше идет нагрев воды на отопление, на горячее водоснабжение. То есть данный макет затрагивает как раз-таки все основные направления нашей специальности. И для того, чтобы показать всю важность нашей работы, тому, чему нас учат, мы для этого взяли именно вот этот макет, а не что-либо другое. Скажите, а много ли людей, может быть, процент соотношений, идут работать по специальности или в этом направлении? Наша кафедра может похвастаться тем, что у нас практически стопроцентные люди идут работать по специальности. Потому что у нас нет смысла идти работать не по специальности и учиться на нашей кафедре. Просто-напросто нет смысла в этом. Если вы не хотите работать в сфере энергетики, то есть теплоснабжения, лучше не стоит тогда этим заниматься вообще. Потому что это очень интересно само по себе, и поэтому у нас все студенты находят работу по специальности. Очень востребованы. На первом этаже Дворца творчества детей и молодежи оказалось не менее интересно. Здесь организовали настоящее представление. Гости сами проводили опыты, играли в интерактивные игры и своими руками делали фокусы. Несмотря на то, что сама выставка в первую очередь рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста, она не оставила равнодушным и взрослого человека. Мы привезли несколько экспонатов из нашего центра и три мастер-класса. Экспонаты гальванической опары. Здесь на его пумере можно объяснить детям, что такое электрический ток и как его можно получить. Также называется экспонат ТАС Желаний, рассказывающий от времени китайской легенде, показывающий, как сила трения может вызывать вибрации и как эти вибрации можно потом увидеть на воде, на примере этого экспоната. Еще есть экспонат гиперболоид вращения. Он помогает объяснить, что такое траектория, какие траектории бывают, и познакомить ребенка с очень таким трудным телом, которое называется гиперболоид вращения, и которое очень широко применяется в архитектуре в современном мире. Инопарк – это детский научный центр, интерактивный. Он создан по модели интерактивных музеев, интерактивных центров. Главная особенность таких центров в его интерактивности – что это такое? То есть все экспонаты в нашем музее, в нашем центре можно трогать руками, даже не только можно, а нужно трогать руками. То есть трогать, экспериментировать, вертеть, крутить. То есть такой опыт у детей и молодежи развивает творческое мышление, инновационное мышление, то есть стимулирует к науке, к какой-то познательной деятельности. В этом году мы впервые, но мы не просто так впервые. У нас, так можно сказать, сошлись интересы как бы губернатора Ульяновской и инопарка из Москвы. То есть ваш губернатор, да, уже была такая идея построить в инопарке инновационный центр, именно вот, который будет способствовать развитию детей профподготовки. А наши руководители нашего инопарка, они предложили идею такую вот, такого интерактивного музея. И как раз совместно с вашим правительством, здесь, как раз в Ульяновске, мы будем вместе как бы проектировать инопарк. Какой центр? Есть уже какие-то даты, когда? Ну, точный дат, конечно, я не буду называть, но примерно 16-й год уже как бы хотелось бы, чтобы проект был готов. Самые любознательные толпились у экспозиции нанотехнологий. Кстати, а вы знаете, что это такое? Представьте, к примеру, монитор, толщина которого меньше миллиметра, или несгораемую и непромокаемую бумагу. Нет, это не фантастика. Это то, что ожидает нас в недалеком будущем. Такие необычные предметы могут подарить человеку нанотехнологии. Мы привезли сюда чемодан, в котором хранится 4 блока опытов, которые рассказывают о нанотехнологиях. Это альтернативная энергетика, гидрофобные жидкости, магнитные свойства и токопроводящие вещества. Все в нестандартном исполнении, благодаря нанотехнологиям. Чем интересны ваши опыты для детей? Примера два на самом деле. Первый – это светодиоды. Каждый из нас уже активно ими пользуется, ничего в этом необычном и не видит. Но светодиоды – это детиши нанотехнологии. Наша задача сделать так, чтобы все предметы, которые мы показываем из чемоданчика, стали такой же обыденностью, хотя сейчас таковой не является. Ну, на примере, гидрофобная жидкость на примере деревянной поверхности. Если мы на необработанную часть нанесем воду, то она впитается. На обработанной же части капельки воды держатся на поверхности и не впитываются. За счет того, что у нас есть специфический нанотехнологичный состав, который позволяет удержать капли воды на поверхности. В природе встречается ли? Да, это эффект лотоса, гидрофобная поверхность листа. В нее вода не впитывается, и капельки воды, соскакивая с поверхности листа, собирают на себя пыль и грязь, и тем самым оставляют лист лотоса всегда чистым. Это вот так называемый эффект лотоса воспроизводится благодаря нанотехнологии. Приближаете ли вы вот этим человеком, ребенком к таким словам, как нанотехнологии и непонятным? Да, конечно. Я называю все термины своими именами, но объяснять их мы должны и пытаемся это делать предельно просто. То есть обыкновенными примерами, обыкновенными словами и даем все это трогать. В этом отличительная черта. Все опыты может челкнуть. То есть можно в формате презентации проводить, а можно подсказывать и контролировать просто код. Все абсолютно безопасно и интересно и просто. Сейчас у меня в руках чашка петли, в которую налита немного ферромагнитной жидкости. Ферромагнитная жидкость – это частицы магнетита, то есть железа. Частицы магнетита связаны, наверное, с тактимным веществом, для того, чтобы частички друг с другом не слепались. И поскольку эти частицы находятся во взвешенном состоянии, в керосине в данном случае, оно ведет себя и как жидкость, и как металл. Если я возьму обычный магнит и принесу его снизу, то мы увидим образование так называемых иголок. Эти иголки имеют такой вид, потому что они идут вдоль магнитных линий нашего магнита. Если я поднесу магнит боком, то магнитных иголок не будет, поскольку магнитные линии идут вдоль нашего магнита. Соответственно, чем ближе я подношу магнит, тем больше иголок и меньше они по объему. Также в моей чашке петли находится рубль. Он не магнитится. И поэтому, когда я подношу магнит, наша ферромагнитная жидкость выталкивает нашу рубль. Собственно, данным способом обогащают труду. Это один из способов. Скажите, как в жизни этот способ используется? Ферромагнитную жидкость также можно использовать для сбора нефти. Когда танкер ломается в океане и нефть разливается, это плохо для окружающей природы. И как один из способов можно разобрызгать частицы ферромагнитной жидкости, волны их перемешают, и потом можно просто взять сильный магнит, кунуть его в океан, и ферромагнитная жидкость вместе с нефтью соберется возле магнита, и потом можно их просто собрать с помощью шла. Можно тоже так же показать, как на примере, что это со стаканчиком с нефтью? Сейчас у меня в стакане находится импровизированный океан. В этом океане находится и нефть, и ферромагнитная жидкость уже перемешанная. Все, что мне нужно, это просто взять магнит и поднести его. Постепенно ферромагнитная жидкость осядет возле стенок, и все, что нам нужно будет, это просто ее собрать. Ярким шоу стало представление участников выставки из города Казань. Ребята вместе с посетителями выполняли разные фокусы, а затем под бурные аплодисменты делились их секретами. Стеклянный стакан и поднос. Им тут не было никакой пощады. Здесь все время что-то пытались сломать, разбить, и главное показать. Эти фокусы может сделать каждый. Мы привезли с собой огромное количество экспонатов, которые находятся в нашей регулярной экспозиции. Но здесь представлены не только они, а и копии, которые мы часто вывозим. Они предназначены для того, чтобы удивлять детей наукой. Вот чем ваши экспонаты, скажем так, уникальны? Все эти экспонаты? Зачастую я прошел и увидел, что практически некоторые экспонаты действительно часто совпадают. Но очень важно подавать их правильно. Например, у нас, как вы уже, наверное, успели заметить, сначала проходит научное шоу, где профессора дают детям некоторые физические понятия. Именно на подсознательном уровне практически, то есть в форме игры. Дальше, попадая в нашу экспозицию после шоу, они смотрят на те же самые экспонаты совершенно в другом свете. То есть они видят уже именно научную подоплеку каждого экспоната. И мы считаем, что именно в таком последствии надо подавать знания. То есть сначала мы этими знаниями оперируем, потом удивляем этими знаниями, и потом это в голове ребенка уже, наверное, в школе сращивается воедино. Мне кажется, это самое важное. Скажите, почему стул гвоздями? Практически не чувствуете. О, это очень интересный вопрос. Если мы возьмем один гвоздик, его острею примерно площадью с зернышком манной крупы примерно. И когда мы садимся всем совместным, например, у меня 65 килограмм, это получается все 65 килограмм на маленькую-маленькую площадь. Естественно, нам будет больно. Но теперь мы берем не один гвоздик, а тысячу. Соответственно, вместо 65 килограмм на один гвоздик, это всего 65 грамм. Это очень мало. Это недостаточно для того, чтобы гвоздик хоть что-то сделал, даже проткнул. А где мы в жизни можем сталкиваться вот с такими еще гвоздиками, которые мы называли уже науки во второй половине 40-х годов 20-х веках? И так, уже наука. Да, в жизни полно. Если честно, например, трение как таковое, это, по сути, те же самые гвоздики, только в очень-очень уменьшенном масштабе. Если взять, например, рельс обычный железнодорожный, увеличить его во много раз, мы увидим много-много-много торчащих металлических таких же гвоздиков. Чем их больше, тем поверхность ровнее. А чем реже эти гвоздики, тем поверхность шершавее. То есть в действительности мы просто используем основные физические понятия, иллюстрируя вот такие вот, можно сказать, чуть грубоватым способом, например. Но реально, если мы абстрагируемся от того, что это стул с гвоздями, то принцип давления, принцип трения, он все равно будет очень через него проходить к нам в обычную жизнь, куда бы то ни было. К некоторым экспозициям и вовсе не удалось пробраться. Вот пример к музею-студии Голоболомок из города Москвы. Многие, просто протиснувшись, просили какую-нибудь головоломку и отходили для ее решения. После чего счастливые брались за более сложные игрушки. Ну, я уже прихожу второй раз. Второй раз прихожу? А что в прошлой выставке, в прошлом году, что вам интересовало? Ну, тут изменилось, что вот появились новые зеркала, вот, и на... как сказать, на бумажках в центр напряжения встаешь, там кладут вырезанный квадрат, и ты на него встаешь, у тебя держат эти палочки. И не ломаются. Да. А здесь, что тебе интересно, вот в этом? Ну, тут познаешь, как делать, как все устроено тут, и, ну, как ты развиваешь мозг. Нет, мы не первый раз, мы здесь даже обучаемся в правовой академии. А чему обучаетесь? Юриспруденция. Здорово. А что интересно, что за мысли? На сегодняшний мысли, что самое? Вот, головоломки. Да. Еще нам понравилась сила мысли, шарик двигать. А вообще любят такие задания? мы для себя. Да, вообще любим. Интересно. Можно же развивать себя. Можно долго рассказывать о том, насколько увлекательна и необычна научно-популярная выставка «Прикоснить к науке». И все же лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать. Много разного и полезного было представлено, большинство из которых относится к разряду полезных мелочей. Но именно из таких вот мелочей и складывается одно большое технологическое целое. Академия